Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 февраля. Вот считай полмесяца прошло с тех пор, как я посеяла вот эти свои первые посевы. И сегодня я пришла проверить их всхожесть. Сколько из посеянных семян не взошло, нужны ли мне, нужно ли досевать мне эти сорта. Короче, это у нас подведение итогов. Это был самый первый посев, ну точнее не первый, перед ними были толстоногие. Это посев в теплицу обогреваемую. Это как раз те самые крупноплодные, такие высокорослые томаты, с которых я планирую получить первый урожай крупных томатов. И мне нужно знать, все ли они взошли, хватит ли мне их для посадки в теплицу, и нужно ли мне подсевать. Я сею всегда с запасом. Я вот уже отметила, но я вам сейчас расскажу. Я сею примерно от 13 до 15 штук. Так как я не считаю семечки конкретно, сколько просто, ну через определенное расстояние раскладываю, раскладываю, раскладываю. Вы видите, что они все струйными рядами, но кажется, что сначала на первый взгляд кажется, что взошли все. Но так как я хочу более таких точных, доскональных данных, я их сейчас взяла и прям все пересчитала поштучно. Сделала запись в своей тетрадке. Результат неплохой, но в некоторых рядочках по одному, ну 4 случая, или по 2 семечки не взошло. Конечно, это считается почти 100% результат, потому что здесь 100%, 100%, 100% не взошел. Один семечко любимый праздник, один семечко русский богатырь и два семечки ботяне. Так как я не знаю, сколько их было всего количества, я просто смотрю по этим, ну по пустым местам. Вот здесь где-то, а вот идет ряд, видите? И раз расстояние между этими одно пустое, значит одного семечка нет, просто так. Но визуально, конечно, видно, что они взошли все, никаких досевов и пересевов мне не нужно. Вот они 29 января были посеяны, примерно 5 февраля они взошли, ну пусть 5-6. Сегодня раз 14, им скоро будет 10 дней. Вы видите, что они немножко тоже все по-разному. У кого-то уже 2 листика, кто-то только лезет, первый листик. Ну, короче, сейчас их я тоже скоро буду пикировать, через 1, 2, 3 дня примерно, когда они достигнут. Ну, как только листики сомкнутся, чувствуют они себя хорошо, стоят они на окне, и хотя видите, как на окне вроде бы и как морозные узоры, но даже на окне в самом холодном месте у меня температура здесь выше 20 градусов, 21-22. Хотелось бы, конечно, чтобы было 18, но никак у меня не получается. Выношу днем, вчера выносила их на улицу, потому что, как вы видите, погода у нас морозная, но солнечная, и в такую погоду в теплице, вот вверху под куполом вообще 30 градусов, а там на полочке, на верхней 22, а на нижней 18. Вчера они стояли при температуре 18 градусов, чтобы они сильно не вытягивались. У них генетически заложено, они вверх идут и идут, они же все двухметровые, ну, 2, там, метр 80, и они сразу дают этот рост. Видите, что они немножко потянутые. Я сейчас их во время пикировки заглублю, этот маленький недостаток мы исправим. Вообще состояние у них хорошее, вы видите, что почва там чистенькая, ничего лишнего нет, никакой ни плесени, ну, и внешний вид сразу. Я визуально вижу, что рассада здоровая, во-первых, равномерная, во-вторых, ну, сразу скажу, все семена, эти мои домашние, это про те, которые я говорила, что во время первого посева у меня не должно быть осечки. Я всегда сею только свои семена, на которые я надеюсь, которые дадут дружные всходы, от которых будут у меня здоровые растения. Ну вот, сегодняшняя проверка это и показала. дружные всходы, осечек очень мало, если их здесь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, двенадцать на двенадцать, ну, здесь их сто пятьдесят штук было посеяно, всего четыре семечка не взошло, пять, пять семечек не взошло, но это можно и не считать, такую погрешность я считаю минимальной, можно сказать, что сто процентов взошли. Вот все, сегодня проверила свои первые всходы, первые посевы, пока все идет по плану. Вот смотрите, для первой теплицы, которая обогреваемая, всходы уже вот такие, а для холодной, я еще сею, вчера сеяла, сегодня буду сеять, это средина февраля. Для открытого грунта начну с конца февраля и начала марта. Пока все идет хорошо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok